Событийное поле Настоящая эвент-антология Здесь и косплей на Великую Отечественную и Первую Мировую войны И лавки с сувенирами и тир-случниками Однако гвоздь программы все тот же Бои на ресталище в полный контакт Улучшается организация с каждым годом все лучше и лучше Появляются новые локации На седьмом форте места несколько побольше Локацию удалось побольше раскидать Опять же, в прошлом году не было так представлены страйкбольные команды Мастеров, рукодельников больше Вторая мировая она хорошо очень представлена Даже подниметитесь, посмотрите Организатор фестиваля, как и всегда Владивостокский клуб Гарнизон Из года в год мэрия шла им навстречу Помогала с организацией Однако лишь в шестой раз им удалось выбить место получше Не на русском острове, как это было раньше А в черте города Если точнее, на территории форта Цесаревича Алексея Николаевича Более известного как форт номер 7 Однако еще за два месяца до крепости Почти в центре города состоялось не менее масштабное мероприятие Носящее название популярного гнижного персонажа Фестиваль в честь Ведьмака по имени Геральт Из книг польского писателя Сапковского Собрал не меньше двух тысяч зрителей Здесь упор сделали на косплей и гиковские развлечения Я Алеша Попович Дезертир Хоквуд Из Dark Souls 3 Это костюм из игры Ведьмака Фавн, бог, полей Ой, просто красивый Что нашел, то я делал Несмотря на то, что фестиваль проходил под заголовком Ведьмак, здесь отважные Скоэ Таэли Из книг Сапковского прогуливаются рядом с персонажами Американских комиксов А на сцене в конкурсе косплея выступают персонажи Из Властелина Колец и других книжных и игровых миров Организаторами фестиваля стали местные гик-бизнесмены Держатели магазинов комиксов, настольных игр И другой специализированной атрибутики Здесь огромное количество сообществ на самом деле объединено У каждого свой какой-то руководитель, собственно Тут есть и Мама Бибел Дракона Которые ведут настольные ролевые игры Тут и наш магазин комиксов представлен И лекции от различных От лекторов Гектории Другой игровой фэнтези-мир Только на этот раз не из книг, а из настольной игры Также стал основой для проведения целого фестиваля Вархаммер 40 тысяч это сеттинг В котором далекое будущее – череда бесконечных войн А игроки берут на себя роль полководцев и стратегов На игровых столах исторические развалины Сельской местности и даже радиационная пустыня На 14 полях сражений представители человеческой расы Космодесантники и гвардейцы Жители хаоса, предатели и демоны Некроны, что-то среднее между терминатором и нежитью С примечью древнеегипетской культуры Орки, а также всевозможные инопланетные расы Как любое хобби, каждый человек ищет здесь что-то свое Кто-то любит коллекционировать Кто-то любит минки раскрашивать Кто-то любит просто играть Хочется иногда просто провести время Прийти после работы, допустим И взять и поиграть со своим дружаней В эту чудесную игру Гостями фестиваля «Два дня Вархаммера» стали 500 человек Мероприятие получилось для кого-то еще и коммерчески прибыльным Один из организаторов фестиваля выставил на продажу настолки и наборы миниатюрных фигурок В целом 2019 год вышел богатым на события в молодежной сфере Однако на этом городские власти не собираются останавливаться Уже сейчас мэрия заключает контракты с победителями аукционов на госзакупках Цель – вложить деньги в новые события, где ребята могли бы проводить время с пользой 1 миллион 800 тысяч рублей Такую сумму выделила администрация Владивостока на проведение грядущих мероприятий Включая День Тигра и многое, многое другое Евгений Черемухин, Новости на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова